Анна в голливудском кинематографе. Каждый год выходила сотня фильмов про парней, умеющих бить с разворота, и какую-нибудь фантастическую дрянь, угрожающую демократии. Направлений в фантастических фильмах было много. Особенно эффектно киноделы насиловали постапокалипсис. По нескольку раз в год Америка погружалась во мрак, ибо приходил коммунизм с ядерными бомбами. Этот сюжетный поворот пользовался большой популярностью, так как все знали, что коммунисты днями и ночами работают на заводах по производству этих самых ядерных боеприпасов. Чуть менее опаснее коммунистов были пришельцы из далекого космоса, которые прилетали в Америку с какой-нибудь важной миссией. Чаще всего цели коммунистов и пришельцев совпадали, что заставляло переживать за демократию еще сильнее. Где-то рядом с пришельцами по количеству выпускаемых фильмов находилось и ответвление про киборгов и роботов. Иногда эти роботы и киборги были тоже пришельцами и даже коммунистами. Большинство подобных фильмов без шансов проваливались в прокате, но до середины 90-х их все равно продолжали выпускать. Ведь встречались самородки, которые рвали кассу не хуже нынешних «Мстителей». Сегодня хотелось бы вспомнить как раз об одном таком самородке, который очень хорошо стартовал, но в продолжениях свернул не туда. Что привело к кассовым провалам и последующей смерти серии.